Знойное солнце, духота, как следствие, тепловые удары и обмороки. В регионе в дневные часы столбик термометра поднимается до отметки в плюс 30, иногда и выше. В такие дни количество обращений к врачам резко возрастает. Как не допустить беды и что делать, если человеку стало плохо? Советы специалистов выслушала Галина Миронова. Еврейская автономия по своим климатическим условиям из самых благоприятных уголков Дальнего Востока. Лето теплое и влажное. Пик максимальных температур приходится на июль. Это подтверждает статистика последних 30 лет. Самая высокая температура в июне зафиксирована плюс 37,1. Это 26 июня 2010 года. А в июле плюс 37,8 градусов 14 июля 1999 года. Этим летом температура воздуха на территории области была в пределах нормы. Только в июле в некоторые дни она превышала на 1-1,5 градуса, что не критично. Несмотря на это, некоторые переносят такие температуры с трудом. Не люблю жару, люблю холод. 15-17 градусов. С 18 для меня уже жара. Все, немного. Нет, я не переношу жару. Стараюсь в такое время сидеть дома. Хорошо, что есть кондиционер. Очень плохо. Что делаете, чтобы пережить жару? Ничего, живем. Плохо может стать прямо на улице. Задача каждого – не пройти мимо. Если в жаркий солнечный день вы увидели у человека признаки головокружения, слабости, тошноты, то в первую очередь отведите его в тень. Вызовите скорую помощь по телефону 112 или 103. До приезда врача постарайтесь выполнить несложные спасательные действия. Снять с него стесняющую одежду, возможно, расстегнуть воротник или расстегнуть тугой ремень. Затем слегка приподнять голову пострадавшего и приподнять ноги. Смочить лицо прохладной водой, приложить голове прохладную ткань, смоченную в прохладной воде и обильно напоить. Тем, кто следует правилам поведения на солнце, удается пережить знойные дни без последствий для здоровья и получить от лета максимум удовольствия. Я пью много воды, жидкостей. Купаться ходим. Идти, не сидеть под кондиционером, под вентилятором. Я кайфую от жиры. Если моей маме станет жарко, я помашу на нее книжкой. А если книга не помогает, стоит внимательней отнестись к своему здоровью. В зоне риска находятся люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы, гипертоники, диабетики. Также люди с заболеваниями кочек, ну и психическими заболеваниями. Носить с собой воду. Можно воду чуть-чуть такую соленоватую. С собой лучше носить, ну, те люди, которые страдают сердечными заболеваниями, нитроглицерин. А еще постарайтесь не выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности. С 11 до 17 часов. Надевайте легкую и светлую одежду, головные уборы. Избегайте физических нагрузок и чаще принимайте душ. Несмотря на то, что в этот четверг на территории области ожидаются дожди, максимальная температура воздуха в дневные часы по-прежнему будет держаться около отметки в плюс 30. Галина Миронова, Олег Реценко, Вести, Биробиджан.